О будущем. Можешь себе задавать вопросы. Это сложно сделать, потому что я не верю в Бога. А тут добрые-то люди не заходят в чатру-рулетку. Редко единицы. А остальные все только на блуд собрались. И пьют непрерывно, пьют. Гиенский огонь пытаются затушить внутри себя. Грешники одни. Я это из божьих. Это означает безумный. Господь сказал, сказал безумность в сердце своем. Нет Бога. Они разворотились, совершили гнусные преступления. Нет делающего добра. Нет ни одного. Псалом 13. Настолько вы все знаете, да? Я верующий. Я заплатил за это дорогую цену. Какого? Года, 57 лет. Тюрьмы, лагерь, гонения, пытки. Правда? Вы зайдите на наш YouTube. Там целые фильмы про мою биографию. Вам будет интересно это? Давайте я посмотрю, конечно. Запишите. Называется «Во свете Библии». «Во свете Библии»? Да, «Во свете Библии». Так, одну секунду. Канал. Запишите сначала. Канал. «Во свете Библии». Канал. Канал. Напишите слово. Канал. Канал «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Это я. Так. Допустит вас Господь или нет? Игнатий Тихонович Лапкин. Да. Вопрос о вере и спасении и ответы на них Игнатия Лапкина. Это вы, да? Ну, а у вас там какая картинка есть? Главное. Сейчас я вам покажу. Покажите. Так, минутку. Не видно. Не видно. Что-то серкает. Ой, вы зашли на первую страницу. Это первая, да, ваша страница? Нет. Первая страница на этом. Первая страница. А это входной в ролике. Так. Ролик. Ролик. Канал «Во свете Библии». Так, минутку. Нет. Это понимаете. У вас не... Подождите. Подождите. Не трогайте ничего. Кажется, я вверху заметил уже. Нет. Он первый раз, когда показывал, там было... Он на первую страницу канала зашел. Все правильно. Ну, да, на первую страницу, а потом зайдете дальше оттуда. Вон она. Вон она, первая страница. Вы это, да? Да, это я. Вот если вы зайдете по скайпу, скайп, я вам скину все материалы. Вот у нас здесь в ютубе, наш мой канал это, там 17200 роликов. На ютубе у вас 17200 роликов? Да. Наши, не чужие. И если зайдете в сайт, сайт через гугл. 43 миллиона просмотров. Да. Вы с 21 декабря 2012 года ведете свой канал. Да. Вот если вы зайдете на сайт, там сайт должен быть наш, то на сайте вы встретите то, что нигде больше нет. Там 50 книг насчитаны моим голосом. Там фильмы. Там книги. У меня 38 томов вышло из печати. Они все там есть. И 7 плюс 7 еще в интернетной версии. Я удивлен, удивлен, конечно. Да, наша поездка была миссионерская. Я решил подарить книги библиотекам мира. Из Барнаула, вот я где сижу сейчас, дошли до Владивостока. Все районы захватили отсюда. А отсюда мы прошли второй раз. До Лиссабона, Португалия. Прошли Прибалтику, Скандинавию, Север, Турцию. 650 городов. Я подарил 35 миллионов рублей библиотекам книги. Обалдеть. И там вы найдете фильмы. Первый фильм занял первое место на международном киноконкурсе. Второй обо мне лично. Златоус из Потеряевки. Первое место в России. А для чего все это? Потому что я верю, для Бога работаю. Для Бога тружусь. Не просто так. Вот я в тюрьме. Я как будто бы дома. Которая тюрьма, вся тюрьма знает, что здесь. Постарается в камеру вопросы задать. А? Вы в тюрьме сидите? Да я сейчас не в тюрьме, а до этого я в пяти тюрьмах был, а в лагере за слово Божие отбывал. Там же показано, за что судили. Статья была 190 прим. Я первой в стране насчитал архипелаг ГУЛАГ. Брал интервью репрессированных. И стихи у меня. Четыре книги стихов по 800 страниц. О Ленине написал стихотворение. Стоит в свой рот ащерев. По мету птиц поставил голый череп. Вождь атеистов сонмище иуд. А меня это все и... Я освободился... Вы меня сейчас снимаете, наверное, еще, да, к тому же? Я только в 87-м освободился. А потом меня пригласили в Америку. Я много ездил, выступал. Вы меня снимаете? У нас все снимается. Но вы меня только не выкладываете, когда будете... Да, ну не надо. Здесь, может быть, вы на тысячу один такой добрый человек. Не раздетый. Не матерится. С бородой. Да я, не знаю, деньги заплатил, чтобы только смотреть, если бы обо мне такое было. Вы ни одного слова матершиного не сказали. Как не выкладывать? Вы, наоборот, должны благословить и сказать, пускай учатся. Даже в этой развратной рулетке. Ну, нет, однозначно. Вы не такой, как все. Я вам говорю, я помолился. Мы сейчас пришли из храма, молились. И здесь. Я уже не... Вы в Барнауле, да, сейчас? Да, город Барнаула, Тайский край. Игнатий Тихонович Лапкин. Мне 81-й год. 81-й год, и вы 57 лет уже потратили... Да, да. В 23 года я обратился по Евангелию. А с детства был верующий. Знал, что Бог есть. Но мать говорила, вот это нельзя делать. Воровать нельзя, материться нельзя. С женщинами эти... Меня Бог сохранил от этого. Я понял вас. Интересно, конечно, интересно. Вот вы по скайпу зайдите, Игнатий Лапкин. По скайпу. И я скину все материалы там. И как вас в скайпе я найду? Игнатий Лапкин, я один на весь интернет такой. Вы один на весь интернет? Игнатий Лапкин, я один. А если это Кузнецов Владимир, там 35 миллионов может быть. Ага, я понял вас. Вы мне там весь материал скинете, да? Я скину, что у нас, Мейл.ру, Мой мир. Там у меня 22 140 фотографий, только наших, не чужих. Мы снимаем все. Мы строим православную деревню с нуля единственную на всю Россию. Я был... Создал лагерь детский. И 45 лет. И сейчас в новом формате еще 3 года. 48 лет. С детьми чужими. Тысячи детей подняли. Не рубля от государства. Деревню восстанавливали. Мы уже 28 лет. Не рубля. Электричество. Первый год было сами. Храм построили, школу. Дороги, пруды. Все сами. Мы не ругаем ни правителей, никого. Молимся. Вот я молюсь, Господи. Вразуми правителей. Дай им страх Твой. Чтобы издавали мудрые законы. Дали достойно жить людям. Было еще уделять нуждающимся. Косни сердце Владимира. Путин. Дмитрия. Дональда. Рамзана. Владимира. Украина. Александра. Лукашенко. Эрдогена. Амана Тулеева. Мы каждое утро поминаем всех, чтобы не было на них покушения. Мы верующие христиане. Сложно вам? Нет. У нас сейчас... У нас сейчас... Спасили поздно. Почти семь часов у нас сейчас. Сложно вам такой образ жизни вести? Нет. Это радость для меня. Радость. Вот представьте, я в камере. Только зашел в камеру. Вот я всем рассказываю, когда... Ну, будь я неверующий, что там было-то, там что делается-то? На одну шконку, на койку. Три человека. Они попеременно ложатся. По какой статье, отец? Я говорю, 190 прим. А что такое? Мента грохнул. Я говорю, нет. Это 190, а у меня прим. Она гласит так. Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих общественный, государственный строй. Вот я верю в Бога. Это ложная идея. И меня судили. И вот я в камеру вошел. Сразу встает пахан. Там рецидив шестой раз уже. Вор в законе. А где бы вы хотели? Ближе дышать. Мне тяжело. Тут курят все. Он подходит только сразу так. Освободить к окну. Ты наверху смотрит. Тоже куришь? Все. Они сразу схватили, матрасы стащили. Пустые. Для одного две. А там везде. На одну койку трое. На одну шконку. Теперь на три человека, на 75 человек только трое не курят. Теперь каждый день вечером с обеда, ужину 6 часов. А в 8, в 8 часов. Я начинаю проповедовать 2 часа. Они вымывают руки. У меня с собой Новый Завет. Вторая часть Библии. Они считают и объясняют. Открываются двери. Охранники с двух этажей стоят у дверей. Я уже завладел тюрьмой полностью. Утром я встаю. А я ложусь где-то там в первом часу. А встаю в 4 часа. Там я в 4 вставал. Подъем в 6. А я в 4. 2 часа на утреннюю молитву. И говорят. Вчера вы ночью молились. Я ночью еще встаю и молюсь. 7 человек становились на колени. Можно мы с вами будем молиться? А молва пошла. Кто со мной молился? У них сроки маленькие были. Некоторых освободили. Но они любят говорить. Я вроде тюрьму открыл и выпускаю всех. Но действительно так. Были мусульмане, которые стали молиться. И у них все по-другому изменилось. Как вы к этому пришли? Ну, в первую очередь, мама моя, Мария Егоровна, заложила страх Божий, что мы умрем. Но я и так знаю, что умру. Нет, сынок. У человека есть душа. И после смерти Бог решает быть в раю или в аду вместе с сатаной. Будешь плясать. Мы пионеры нигде не вступали. А у нас в семье было 10. 5 мальчишек, 5 девчонок. Отец инвалид войны без руки. И никогда не слышали, чтобы ругали власти. Бедно-бедно жили. И ни одного больного нет. В 81-й год я еще ни одной таблетки не съел. У меня две голубятни. И я тогда молился. Маленький был. Отец спасет. А я ему несу обет. И, ну, я слышу, как будто бы трава. Корни как растут. Когда дым где-то там что-то жгут. А я думал о страшном суде. Я умру, я в ад пойду. Я не делаю, что другие. За всю жизнь я еще матерка ни одного не сказал. Но я внутренним духом своим понимаю, я грешный человек. А что грешный? Не знаю. Я не вор. Ничего у меня этого нет. Внутренний голос. Теперь я знаю. В адаме все умирают. И вот теперь, когда Господь вывел меня уже из армии. Я в армии служил в морфлоте, в ракетных частях. Мне так много Бог давал. Я всю жизнь учился. Вот я иногда тут разговариваю, полковник. Я говорю, а вы на сколько даете увольнительную? Ну, бывает, хорошо ведет себя. На сутки могут дать. А мне 1 января давали увольнительный до 31 декабря. Как так? Это срочная служба? Я говорю, да. Такой должности нет. Я говорю, вот у меня одна должность была. На весь Дальний Восток. А какая? У меня строительный техникум. Я до войны в МВД работал. Прораб. В строгорежимном лагере. И вот я просто рассказываю, как есть. И вот так как я это знаю, здание, все. Меня поставили техник, смотритель воинских зданий, ракетных войск Дальнего Востока. То есть я свободно еду. У меня с собой командировочная. Должен узнать, какому офицеру когда квартиру должны дать. Осматривать жилище и дать отчет. Одна такая должность на весь Дальний Восток. И мне ее дали. В Дальнем Востоке, где Хабаровский? Да, я был в Хабаровске, служил на Камчатке, на Камсовольске, на Амуре. Но главное то, что в это время я усиленно занимался языками. Немецкий за 6 месяцев освоил, английский где-то за 5. И французским сразу занялся, испанским. Мне Бог это дал. Сколько вы его языков знаете, получается? Да нисколько теперь, 50 с лишним лет назад было. А тогда я уже у немцев выступал, в собрании молитвенном, с англичанами разговаривал. Это Бог делает, человеку это нельзя. И все политические системы мира изучил, пока в армии был. Понимаете, вот в армии, сейчас учат в морфлоте, я был 4 года. Там что со мной делали, когда я убирал? Я там уже начал искать. Атеистическую литературу брал, и где божественные слова там взяты, и цифры идут. Я не знал, что это глава стих. Глава стих. Вот сейчас я когда здесь говорю кому о мусульмане, нет, у нас другая книга. Мы мусульмане. Я говорю, может такая книга у вас? Ну да. Я говорю, считаю, что написано. Дело в отчим. У меня одна книга, у меня 38 томов, а одна посвящена Корану. Которую вы написали? Я полностью разбираю по сурам Ай-Айятам в сравнении с Библией. Сколько книг написали вы? 38 в бумажном варианте. Каждая книга 752 страницы. Это не брошюрки. И вы найдете на нашем сайте все книги. У вас 46 миллионов просмотров на Ютьюбе, да? Да. 43. В Барнауле, да вы? Да, Барнауле. В Алтайский крае. Вот бывает, как я вернулся, а меня же садили-то не так просто, а КГБ. По санкции Московской КГБ, МГБ называется. Вот как. Я понял. И когда вернулся, у меня отношения с ними, мы друг друга поздравляем. Мы в прокуратуре... По сей день? Как говорите? По сей день? Да. Все время перезванивается. Вот я, когда обратился уже в тюрьму, я уже верующий сидел. Следователь обратился, следователь, который меня допрашивал, стал верующим, принял крещение. Начальник тюрьмы, полковник, умер по-христиански, жена мне сказала. Понимаете как? Вот у меня знакомых сколько? Я по любому вопросу делать. Вот дети, беспризорных, это Нургалеев говорит, министр внутренних дел, до трех с половиной миллионов. А что сделал? А что сделаешь? Я конкретно вот лагерь основал, теперь мне надо снабжать, поить, отвечать за них, чтобы было интересно. Там на лошади катаются, на лодках. Вот. А вот люди неграмотные сегодня. Пожалуйста, я одновременно веду занятия в пяти университетах. Тринадцать школ. Все отделы милиции, пять, гор, УВД и Краевое. Все воинские части, заводы, фабрики. Три радиопрограммы веду. И все это бесплатно, ни рубля. Ни рубля от государства, да? Все своими силами. Ну, своими силами. А я веду в университете, там кого только нет, приходят. Свободно занятия. Люди-то приходят. А вы говорили, деревню восстанавливаете? Да, деревню с нуля. Получили участок, где была наша деревня. Им у нас нельзя поселиться, не поселиться, а на разговор выйти с нами. Чтобы он доказал, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Тогда первый разговор. При въезде в деревню, у нас везде стоит, на территории деревни, курить запрещено. Даже так? Да. И за 28 лет никто не нарушил. Правда? Да. Не так, что люди будут делать. Первый год был очень трудно. Очень трудно. У нас лошадь. Ну, ее привязали маленько там, где-то подальше-то. Ну, и при лезе, железный штырь вот такой в спину воткнули. Он прибежал, пришлось зарезать. Пакости всякие были. А сейчас нет. Господь усмирил. Он занимается Ютуб-каналом, кто это редактирует, все делает, все. Ну, это у нас целая, тут, сказать, администрация, работают и закачивают. Но ролики мои, мои ролики. Я только замки снимаю. Как сказали? Я видел, видел, да, 50 тысяч подписчиков у вас. Да, нет, там 50 нету еще. 43, да. 43, кажется. Плюс 2. Ну, у нас подписчики не такие, что бабка сковородку чистит и полтора миллиона просмотров. Это люди, которые меняют образ жизни. Меня отовсюду звонят, помолиться. Там такой-то был. У нас приезжают мусульмане, крестятся, принимают крещение. Баптисты, другие там, которые для нас, они еретики, православную веру принимают. У меня брат родной священник. У нас с тарелкой не ходят. Ни крещение, ни за что у нас деньги не берутся. У нас вообще денег нет. Десятина включена и все покрывает. Я понял вас, понял. Поэтому у меня спрашивают, какие отношения с патриархом? Патриарх это величина, а я кто? Мошка под ногами. Но я делаю, что могу. Вот вопрос. Патриарх это что значит? Патриарх Кирилл. Мне он не нравится, кстати. Ну вы знаете же это. Ну патриарх Кирилл, да. Ну мое отношение к нему, вот он недавно из Москвы в Санкт-Петербург 3 миллиона потратил на самолете, в яхту у него. Я говорю, мне зачем это смотреть? Я сытый, я не умер. Я благодарю Бога. Как вы к нему относитесь, к патриарху Кириллу? Я молюсь каждый день за него и все. Как? Он про меня может... Это идеальные растраты. Видите, он про меня знает. Тут одно дело, мы относимся с одной буквой дальше. Московская патриархия, она над нами власти не имеет. Мы православная церковь зарегистрировали, от русской православной церкви за границей, белой эмигрантской, которые остались там. Но у нас близкие отношения с патриархией, поэтому их митрополит к нам приезжает, служит, мы друг друга признаем. Я понял. Но против меня он ничего не может сделать. Закон там и... А хотел сделать. Хочется ему сделать что-то против вас? Ну, что Бог допустит, то и сделать. Что же? Мы знаем, стреляли в вождей, убивали. А я кто такой? У меня нет ни одного класса гуманитарного образования духовного, я все постигал самостоятельно, сам. Все самостоятельно? Да, поэтому пришлось сокращать. У меня на сон уходило два с половиной часа в сутки. Вам 81 уже, да? 81. 10 июня будет 81. Да, я удивлен, конечно, удивлен. Ну, а что удивляться? Я с Богом. Мне было приятно с вами поговорить. Заходите по скайпу. По скайпу. Вас как звать? Меня зовут Владислав. Владислав. Ну, это славянское имя. Владей славой. Все имена имеют. Вот Михаил. Михаил. Это означает Бог моя крепость. А Илья, Илья. Илья. Это Бог моя крепость. А Михаил никто как Бог. А Владислав? Владислав это славянское имя. Владей славой. Владеющий славой. То есть возвышенный. Возвышенный. Это хорошее имя, да? Очень даже. Мне приятно это слышать от вас. Ну, я вот когда в школах бываю, ребятички это любят, а меня как звать, что означает? Все имена имеют перевод. Есть некоторые, которые там скандинавские, ну, допустим, Глеб, Олег. Ну, и то как-то примерно... Что имя обозначает? А? Ваше имя что обозначает? Игнатий по-грешески означает неизвестный, незнакомый, а в переводе с латинского – огненный. Как вы к этому относитесь? Как по пророчеству? А как конкретнее? Ну, конкретно меня, когда крестили маленького, и мне дал имя, никто не выбирал, а тот, кто крестил, крестящий-то, он дал имя. В этот день как раз у нас на каждый день в календаре святые какие есть. Там Иннокентий есть, Евтихий, но он назвал Игнатием. И мне это имя... Я вот беседую, вы не поймёшь, то ли вы православный, то ли нет, там начинают где-то. Вот я неизвестный. Вот 650 городов, представьте, посетили. Мы приезжаем, 120 тысяч километров прошли. Меня никто не ждал, обо мне не слыхали. Я должен в течение 10 минут вызвать доверие к себе и к книгам, которые я им дарю. И получить с них документы, что они будут беречь, давать другим. Бесплатно. Интересно, интересно это всё на самом деле. Я миссионер, не просто так, а миссионер. По всему миру. Много по Америке ездил. Вы миссию выполняете. Я выполняю это. Я за это нигде не получал ни разу. Один раз только было, получил. Но получилось, ректор меня вызвал, он там профессор, академик. И говорит, тут новые русские собрались, пришли. Они чувствуют недостаток образования, смеются над ними. Ну а университет большой, 21 тысяча студентов. Из 18 стран у нас учатся. Алтайский государственный технический университет. Я в нём 18 лет вёл занятия. И он говорит, ну а я слушаю и не по нему, к чему он говорит-то. Ну я говорю, да пускай ходят на занятия. Знаете, они попросили, чтобы отдельно с ними вести занятия. Я не пойму, что он. Ну и что? Ну они избрали вас. Как меня? Да кто я такой? Нет. Избрали вас. Аудитория вот такая выделенная. Мы университет выделили. И всё. У вас какая программа? Я говорю, да у меня, допустим, я выступаю по радио. У меня вперёд примерно 120 тем. Я говорю, не по бумажке. Не по бумажке. А эти новые люди, значит. Я покажу фильмы, которые о нас были. Мировое искусство, галереи мира, Лувр. Всё буду объяснять. И всё связано с Библией. Ну и провёл два занятия. Два занятия по два часа. Два занятия по два часа. И вдруг меня вызывает директор, и встегнее Владимир Васильевич, и говорит, идите деньги получить. Я говорю, какие? Ну вы же вели занятия. Так я что, за деньги разве нет? Откуда деньги? А они денег имеют. Бизнесмен, они сразу выделили. Я пошёл. Ой-ой-ой, я отоснул. Это не мои деньги. Там такие деньги. Так откуда деньги-то? Это вам положено. Да какие же... По какой ставке-то у меня? Как профессор? Какой же я профессор-то? У меня нет никакого образования. Да они там чуть ли не Нобелевским лауреатом меня поставили. Самую высшую шкалу взяли, заплатили. То есть они ещё очень довольны, говорит. А директор вытащил, вот такая вот медаль у них там, годовщина была, и мне на шею повесил. Вот а как бы пропадать? Допустим, вот в школе, в город Новосибирск, там племянники учатся, договариваются. Я приезжаю туда, и они в один класс, два-три класса сбивают, я выступаю, потом через коридор, в следующем там два-три класса, я за неделю обхожу. Вот я зашёл, и написано, экономика должна быть экономной. Всё, это моя тема. Или там картины две, картины Рембрандта и Ге. Я их связываю вместе и поясняю, каким местом объясняется Библия, и как применить к нам экстраполяции издали конкретно к себе. Директор, нет, Завыч ходит после недели. Вы феноменальный человек. Да, прощаемся. Завыч говорит, вот я на всех занятиях была. Вы везде делаете уступительное слово. И ни разу не повторили, всё разное, я такого не слыхал, а как это так? Я говорю, сколько было у вас? Где? Шесть. Шестьдесят, шестьсот шестьдесят шесть, если будет дней, и всё будет разное. Потому что Бог делает это. Моё вот тут ничего нет, повторяю, не моё. Это Господь делает. Мне было с вами приятно побеседовать. Я желаю вам всего самого наилучшего. Я, Владислав, вам желаю самого наилучшего. Заходите в скайп, и меня найдёте. Игнатий Лапкин. Хорошо. Я такие материалы вам скину, да и там поговорим. Какие? С радостью. Пусть Господь вас благословит. Вас тоже. Люди посмотрят, что сейчас рулетки, какие люди встречаются. Некоторые говорят, да тут нету, половина голая, я говорю, процентов 85 мусульмане. Один блуд идёт сплошняком, Содом и Гаморра. Откуда вы взялись сегодня? А я пришёл из храма, ну не знаю, там ругаются, увидят, Хаттабыч, Хаттабыч там. Ну, как бешеный, а другие, о, Солженицына прислали. А вот с вами поговорили, и тут все пьют. Да, я заметил. Пьют, курят, ругаются. Ругаются. А почему пьют? Я им объясняю. Блуд пытаетесь, огонь горит. И вы так пытаетесь затушить генский огонь. Зачем так сейчас? Вот говорю, через одну минуту опять пьёт, опять пьёт. Я два часа веду занятия, не позволю стакан на кафедру поставить. Это неприлично. Всё, я побежал дальше. С Богом! Счастливо! С Богом! С Богом!